здравствуйте уважаемые жители донбасса с вами патриотическая позиция и сегодня у нас прекрасные гости с которыми мы будем говорить сегодня о проблемах киноиндустрии видеопродукции продакшена не ругайте значит у нас в гостях сегодня карен саркисович гиваркян кинорежиссер александр рыжков кинорежиссер и игорь лазарев звукорежиссер музыкант вот ну и я павел губарев добрый вечер и первое что хотелось бы обсудить карен саркисович это к вам недавно в луганской народной республики прошел конкурс назывался он мастер гаскоин честь основателя луганска и на этом конкурсе были представлены и работы из днр том числе и телеканала новороссия т.в. и вот этого прекрасного коллектива еще одного человека нет это алексей дизорцев которые создали два прекрасных ролика донбасс наша земля и и дети донбасса за погибшие дети донбасса вы всех прекрасно помните они прошли на телевидении очень эмоциональные глубокие такие со смыслом ролики и я передаю слово вам карен саркисович спасибо как главному председателю джюри да вы по моему там были ну так вы не спроще да ну во первых я хочу поклониться всем жителям донбасса донецкой и луганских народных республик то что я вижу то что вы прошли это 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 очень 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 тяжелые дни и великое мужество поэтому для меня то что здесь происходит это такой пример для всей россии и мужество и терпение и выдержки и духа я иначе не мог бы начать было бы бессмысленно поклон вам я живу в санкт-петербурге и могу говорить правда от своего только лица но я думаю что рядом со мной стояли бы многое многое количество людей большое количество людей теперь о фестивале замечательный фестиваль том смысле что луганская академия культуры производит каждые два года свой такой внутренний фестиваль где собираются картины не только внутренние сделанные в донецке и луганске и этим институтом но также там были картины и из россии разных городов там три разряда это разряд студенческих фильмов это разряд любительских фильмов и это разряд профессионального кино вот три такие ниши я посмотрел все картины на меня была возложена такая обязанность некого такого итоговой оценки этих работ ну и она была сделана мы раздали все призы которые тем картинами тем автором которые этого заслуживали ну и должен сказать что совершенно не случайно две картины были мы отмечены как незаурядные как вроде небольшие по времени по своему по хроновому метражу но очень так емко метафорично если говорить там поэтическим языком да давайте посмотрим да конечно конечно ролик донбасс наша земля а Продолжение следует... 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 Теперь они мне как брат и сестра. В тот день мы с мамой должны были уехать из Донецка. Но нас не пустили в автобус с нашей собакой. Она очень старая и не выжила бы на улице. Вечером мы нашли и новых хозяев. И отъезд отложили до утра. Мне повезло. Я умерла сразу. И я. А я нет. Я спала. Ночью начался обстрел. Было больно. Но я не плакал, потому что мужчины не плачут. А вместо меня плакала мама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень трудно работать, но тем не менее я увидел в Академии Луганской, в атмосфере этой Академии, в лице ее ректора, очень живого и очень интересного человека, я увидел большое желание развиваться, развивать своих студентов до уровня достаточно высокого профессионализма, ну и в результате получилось так, что мы заключили такой рукопожатный такой договор, не официальный, не бумажный, но пожатием руки, что я, приезжая сюда периодически, буду стараться встречаться со студентами, общаться с ними, показывать работы своих студентов и мастеров, которые работают в нашем институте, это очень серьезные люди, То есть мы будем осуществлять такой вот постоянный контакт Я думаю, что это обоюдно интересно, взаимоинтересно, потому что было бы неплохо, если бы мои студенты приезжали бы сюда и своими глазами не понаслышке видели бы все, что здесь произошло, все, что здесь происходит, Потому что вот такое дистанционное восприятие через телевизор даже, это все-таки неадекватная вещь, надо быть, надо говорить, надо увидеть, и только можно тогда адекватно понимать Так вот, мы делаем первые шаги в этом направлении Значит, вот, ну какая-то, будем называть так, небольшая работа была проведена в оценке фестивальных этих фильмов Вот, Кран-при получила вот как раз картина «Донбасс. Наша земля», была отмечена и другая картина Новороссии, студии «Новороссия. Дети Донбасса», операторская работа Были и недостатки, которые были тоже отмечены, потому что не все картины, скажем, даже и вашей студии так адекватны вот этим лучшим работам Были какие-то серьезные замечания в том числе Но, я думаю, что вот именно та ситуация, которая сегодня есть, она чревата очень интересными последствиями Я имею в виду, я имею в виду, что здесь должно создаваться какое-то серьезное кинопространство В том числе и художественного кино Почему нет? Здесь должны создаваться серьезные документальные картины Это должно быть, отсюда должно выходить и много информации, и много авторских работ Такое место, понимаете, всегда кино возникает там, где трудно Вообще история мирового кино говорит о том, что все самые серьезные мировые кинематографии Итальянская, американская, советская Возникали такие революционные, критические, кризисные времена Потом все как-то сглаживается, там становится более обычно Но пики кино возникали именно в таких условиях и в такие времена Поэтому я думаю, что вот ваше пространство, особое пространство, оно в этом нуждается даже Отсюда надо выносить какие-то вещи Вот из своего опыта сейчас могу сказать Вот сегодня я вернулся со съемки сюда к вам Ну, я вот много видел Где вы были? Ну, мы были в районе аэропорта Вот этих руинных Октябрьский Октябрьский район, да, завтра пойдем дальше Ну, до этого вчера мы были Стаханка, да, были в этом районе Мы тоже посмотрели, увидели, встречались с людьми и так далее Ну, слушайте Знаете, телевизионные впечатления Реальные впечатления, это совершенно разные вещи Даже по мне, я хорошо осведомленный человек Что говорить о людях, которые менее осведомлены Менее, ну, погружены в эти реалии Я человек, который прошел войну другую, Карабахскую Ну, когда я это увидел, понимаете, оторопь взяла Оторопь, понимаете, я не преувеличиваю Я здесь не какие-то красоты рисую Это люди, которые там живут, выживали Это просто очень-то Я это видел в других реалиях Ну, когда ты видишь в этих реалиях, это совершенно Возвращаешься туда Очень хорошо, я бы так сказал Я бы сказал, что такого я там не видел Там были, да, вот такие выжженные Ну, депортация была и так далее Там было все под нуль, да, это было Ну, так, чтобы это все было иссечено Там люди жили бы Такого я не видел В общем, я хочу сказать, что Здесь надо очень серьезно работать Очень жалко, что Возможности, может быть, скудные Местные Да, ну, вот, надо тут, мне кажется Быть И мы будем Ну, давайте спросим Вот у команды, которая делала ролики И Донбасс, наша земля И дети Донбасса Идея обоих принадлежит моей супруге То есть я вечерами выслушивал эти сценарии от нее Ну, и менеджером проекта она выступила тоже Но я все-таки хочу спросить от тех, кто Вот эту идею исполнил Как мы ее увидели, как она была показана телезрителям Расскажите, ребят, что думали, что чувствовали Может, какие-то подробности есть Вы знаете, честно говоря, работалось легко Я объясню даже почему Потому что мало что приходилось выдумывать Вся эта эмоция, все эти события нас окружали Тут было главное не соврать И вот, я надеюсь, нам получилось не соврать И мы передали вот тот самый нерв, который чувствовали здесь все эти три года По крупицам собирали какие-то впечатления, эмоции Придумывали на ходу, сомневались, пробовали еще раз Ну, я надеюсь, что все-таки получилась работа И одна, и вторая И вот, честно, я себя спрашиваю, уже прошло определенное время Соврал ли я? Я не соврал Я думаю, что такое же чувство испытывает зритель, когда смотрит на эти работы Да, это честно, да, это все честно Ну, когда о простом человеке, который, тем не менее, делая свою обычную повседневную работу Соучаствует в великом деле В деле защиты своей земли от людей, которые пришли тебе навязывать свои правила Свои правила жизни, свои идеи, своих героев То хотелось показать, что каждый человек, оставаясь здесь, не уезжая Продолжая делать свою обычную, казалось бы, работу Он участвует в великом масштабном деле Пафоса там нет, ни в ролике, ни в жизни этих людей Да, там все просто Абсолютно просто И изначально мы, когда обсуждали идею этого ролика Хотелось добиться атмосферы, как я говорю, теплого, лампового советского кино Ну, то есть мы обсуждали, как это должно быть И по картинке, и по звуку И мне тоже кажется, что это получилось Да, это достойно, это сдержано И это просто Хочется сказать, что нам тоже помогли И в этом ролике «Донбасс – наша земля» Наши друзья в Российской Федерации Актер Александр Михайлов, который любезно согласился прочитать фрагмент стихотворения Николая Рубцова «Русский огонек» И записали это на московской студии, мои друзья, звукорежиссеры московские Я хотел бы вспомнить еще, как мы сомневались, а захочет ли человек, а найдет ли время И когда нам сказали, что Михайлов сказал сразу, когда и куда ехать Мы поняли, что в принципе, в принципе есть люди, есть и слава Богу Да, да, да Вы знаете, маленькую реплику Михайлов, конечно, сказал то, как он и может сказать, и должен был говорить Вообще здесь не надо Вообще это обязанность людей оттуда Здесь присутствовать Работать И не спрашивать за сколько Понимаете? Это обязанность Так что тут Он просто поступил так, как должен был поступить Любой нормальный человек Другое дело Кто так не поступает, кто они Я как раз хотел с вами обсудить Недавно за телесериал «Спящие» Подвергся такому либерально-тусовочному астракизму Один кинорежиссер, Быков Ему вменяли, что он снял кино про спецслужбы, которые душили либеральный протест И это все настолько синхронно, вот эта тусовочка либеральная его затравила Что он стал публично извиняться Говорит, извините Что я взял деньги, снял вот этот сериал И показал там прогрессивную общественность, как там врагов государства И знаете, я подумал, что вот этот либеральный дискурс Который там и Собчак, и Навальный, и там много лиц у этой всей Либеральная тусовочка ее называют Что насколько она огромное влияние имеет Если человек, в общем-то, снял обычный фильм На Западе таких фильмов много снимают И про спецслужбы, и про которые борются с терроризмом То есть абсолютно нормально там общество воспринимает У нас это либеральная сумасшедшая интеллигенция Она бросилась на человека И тут куда важнее его реакция Можно было проигнорировать, но его реакция То есть он извинялся, и он даже сказал, что я вообще впредь не буду снимать кино Вот можете прокомментировать, да, как российский кинорежиссер Что это было? Да, что это было? Ну, мне трудно это комментировать Потому что это немножко вне здравого смысла Это понятно Значит, я не стал бы преувеличивать значение Либерального сообщества в городе Москве Понимаете, не стал бы Да, там есть люди Там есть ресурсы материальные Там есть определенное отношение к стране К своей Часто поганая Вот Там есть злоба По отношению к своему человеку И там есть антикультура Потому что это люди А так, среди них много людей от культуры Которые, на мой взгляд, являются просто предателями своей культуры Поэтому Не надо им придавать особого значения Этим людям Почему Быков предал? Он предал себя Предал себя Что это такое? Понимаете, мужчина вдруг начинает каяться Тоже коперник нашелся, понимаете Что это такое вообще? Сделал? Отвечай Что ты начинаешь ломаться, если это мужик? Так не делают Ресурс, ну, если он серьезный человек Должен быть человеком убежденным То есть, если убежден, не надо было снимать сериал? Ну, если не убежден, не иди туда А то денег заработал, а потом не завели Ну, стой вообще, стой и держи ответ И говори то, что ты думаешь Ну, это дела такие Не знаю, я не хочу быть ему судьей Но для меня это непонятно Для меня тоже Я думаю, что это не стоит даже разговора На эту тему А там какие-то там либералы ходят Там что-то говорят Ну, пусть ходят, понимаете Они давно уже не граждане своей страны Не какие-то другие люди, понимаете О двух головах, видимо О четырех ногах Ну, какие-то другие люди, понимаете И, к сожалению, культура повелась на эти вещи Вот в чем дело Потому что, вот я сейчас скажу вещи Которые, может, вас тут ввергнут в ужас Понимаете, на мой взгляд, люди культуры Нас ввергнут в ужас Да, на мой взгляд, люди культуры В подавляющем большинстве на сегодняшний день В России В России Так Предатели своей культуры Как советской, так и классической Потому что культура – это родина художника У нас две великие культуры Которые, понимаете Ну, американская культура в подметке не годится Больше того Больше половины американской культуры Сделали русские люди Так, между нами, говоря И музыку, и балет И там живопись Это кто? Отсюда, выходцы отсюда Музыка Рахманов, Стравинский Кто еще? Понимаете? Баланчиновым в балете Что это за дела такие? Предательство никогда ничем хорошим не кончается Поэтому это люди без почвы под ногами Без смысла в жизни Ну, злоба злобой, понимаете На этом жить нельзя Они травят себя А если кто-то под это поддается Или на это покупается Ну, бедные, жалко Их Другого варианта здесь нет Понимаете? Сейчас Нехватка, понимаете Людей адекватных По отношению к своему человеку Ну, нельзя предавать людей своих Не знаю, это грустно очень Когда такое слышишь И когда их видишь Ну, а в России есть какое-то? Ну, я понимаю, что это немножко Может быть, неправильно Регулирование работы Нет, подожди Фонд кино все снимает Это что государственные? 90% работ Это фонд кино Нет, вы знаете И, Карен Сависович Еще, если позволите Один еще вопрос Ну, пожалуйста Мы недавно посмотрели Фильм Крым Я его не видел, к сожалению Жалко Ну, тогда, наверное Можно и не спрашивать Ну, там суть в чем Что он вышел слишком толерантным Слишком толерантным И вот эта толерантность К оппонентам, к вопросу То есть, там никого не хотели обидеть И показали, то есть, фильм Как Не как восстание крымчан И нежелание жить в постмайданной Украине Не показали массового протеста Не показали этих массовых настроений Не показали вообще точку бифуркации Вот этой колоссальной Вот Там выглядело В картине Крым это как военная аннексия России Против Военнослужащих Украинской армии Что, у Пиманова какой-то сдвиг сознания Произошел? Нет, там не сдвиг сознания Я не знаю, в чем Когда у Пиманова спросил Да, вот Александр Чаленко Бывший киевский журналист Сейчас он в Москве живет Когда он спросил Почему так Пиманов сказал, что Я не хотел никого обидеть Ну, и вот Когда ты хочешь понравиться всем Ты не нравишься никому Нельзя сказать, что это совсем уж отвратный фильм Там есть приятные моменты Есть высокие моменты Но в целом Мы, конечно, были разочарованы Поэтому, если посмотрите Ну, вы скажите свое разочарование Официально Вот видите Да, мы уже высказали Поклонская Весь этот Всю эту Матильду Да, расшвыряла По кускам Матильду вообще никто не видел Поэтому мы ее позже обсудим Так вот Вы сделаете Это еще один пример Еще одно Но в этом случае Уже патриотическая общественность Выступает против Либерального Кинорежиссера Вот Там у них тоже Вот масса претензий Уже прошел Премьерный показ Для Ну, в Кремле Да И уже многие высказались Вы знаете Я могу одну точку зрения Высказать Неожиданную довольно-таки Может быть Потому что я об этом думал Я вот Вашей ситуации К украинской ситуации Ну, я сам на Украине жил Я там снимал Пеговца Там прожил Фактически Три с половиной года Так что Ну, это было еще Советское время Но тем не менее Знаете, значит Мой взгляд на эту ситуацию Таков Что Когда говорят о том Что Украину Хотят увезти На запад Имею ввиду Всю Украину Увезти на запад Целиком Да Скоро Это Абсолютно Неверно Украину Хотят Раздробить Расчленить На 15-12 Кусков Она целая Украина Даже там Не нужна Задача Стоит Следующим Насколько я понимаю Разорвать Украину На части Полякам Польская Румыном Румынская Венгров Румынская Все остальные Будут Либо Куплены Перекуплены Либо Ну как-то Вот Расчленены И парадоксальность Второго взгляда На это дело В следующем Что Крымская Крымская Ситуация Которая Обошлась Без крови Потому что Теми штабами Которые Планировали Эту операцию Угода А там Не Порошенко Работал И не националисты Украинские Там работал Серьезный Генеральный Штаб Причем Два штаба По-моему Один находился В Вашингтоне Другой По-моему В Израиле Два штаба Работал На эту задачу У кого От имени Украины Расчлению Украины Да Потому что Там надо было Отомстить Я имею ввиду В Израиле Отомстить Украине За все то Что там Она наделала Там Бабий Яр Там Львов И прочее Безобразие В том числе Понимаете Которые были Во время войны По отношению К еврейскому Населению А еврейский Народ Очень такой Помнящий Все На 3000 лет На 3000 лет Он помнит все Про себя И про свое Поэтому Конечно Надо было С этой Украиной Такой Украиной Кончать Это один штаб Второй штаб Американский Надо было Эту Украину Частично Внести в НАТО А так она никак Целиком Она не войдет Никак Понимаете А по частям Запросто Если Польская Отойдет К Польше Так это Уже С НАТО Если Венгерская Отойдет К Венгрии Это уже НАТО А все остальное Чуть-чуть Позже Это называется Ну такой Югославский Сценарий Но в другом Какой Другой Обертке Это не получилось Потому что Крым Стал Тормозной Колодкой Там ожидалась Кровь Там ожидалась Либо сдача Либо кровь Но ни то Ни другое Не случилось Там Абсолютно Произошла Бескровное Бескровное Событие Которое стало Для всего Эти Этих Двух Штабов Абсолютно Неожиданным В этом случае Можно было сказать Все Через два дня Чтобы этого Севастополя Не было И флота У вас тут Не должно быть Вообще Никогда Шум был бы На весь мир А тут Все тихо А тут Крови нет Понимаете Тормозная Колодка Заехала Вторая Тормозная Колодка Донецк Луганск Видите А как Иду Украину Теперь Оторвать Если Это Вот Уже Вторая Колодка Вошла Что Теперь Скажем Все это Отдаем Венграм Полякам И так далее Уже Не получается Это Сказать Обрубили Все концы С России Для того Чтобы Расчленить Фарш Получился бы Не получается Нет Я все таки Считаю Что Майдан Должен был Стать первым шагом По кардинальной смене Политической элиты И они хотели Получить ее целиком Для медленного Инкорпорирования В блок НАТО Медленного Постепенно Что-то Дорого Действительно И Крым И Донбасс Они этому Воспрепятствовали А сегодняшний Майдан Между прочим Который Сейчас Начинается Ну Выиграет он Или не выиграет Это уже Другой вопрос Это еще Один Такой Шаг По дальнейшей Ротации Или Потому что Для них Сейчас Порошенко Это такой Янукович 2-0 Который Вроде и За единую Украину Ну Вот Что-то Там На Донбассе Не хочет Воевать Крым Не хочет Возвращать Вот Войну Не хочет Разжигать Ну Вот Посмотрим Я думаю Чем это Кончится Увидим Но я думаю Что Ребят Вы как Думаете Поляки Уже Вовлекайтесь 20 лет Надо же Об этом Потом кино Сня Смотрят На Львов Как на Такое Ну Своя территория Господи Ну Неужели Мы Они все Очень Тонко Работают Вот Они Ждут Поэтому Вот Когда Знаете Вы Лучше Меня Знаете Какой Там Антисемитизм Развился В Киеве Но Почему Молчат Еврейское Сообщество Почему Молчит При этом Антисемитизм Ну Что Эти Нацики Выходят Ребята Гуляют И так Далее Поливают И делают Все Что Хотят Почему Молчат Модификация Не Не Здесь Не Так Все Просто Почему Молчит Из Израиля Они Заявляли Заявление Делали Давайте Так Потому Что Там Президент Вальцмана Например Министр Гройсман А Лидер Оппозиции Рабинович Подождите Вот Попробовали бы Эти Либералы Пройтись Со Свастикой По Европе Ну Да Реакция Какая Была Доходят Во Франции Наследники Кстати В США В Германии Очень большое количество Голосов Набрала Националистическая Правая Организация Это Плохое образование Это Внуки Этих Внуки Этих Они понимают Что Их Заполонили Мигранты И Этот Миграционный Процесс Ставший Неконтролирован Вызвал у людей Обратную Реакцию Это Можно Объяснить В Украине Это Нельзя Объяснить В Украине Это Просто Политическая Шизофрения Проблемы С Мигрантами Нет Есть Проблемы Экономические Проблемы Межнациональных Отношений Нет Есть Проблема Политическая У власти Постоянно Какие-то Воры И Предатели Вот И поэтому Против них Постоянно Устраивают Майданы Вот этот Майдан Это Это Серьезно У него Шансы Очень Высокие На победу Мы Расцениваем И Это Еще Еще Раз Повторюсь Это Очередной Шаг Ротации Элит Персонажи Вроде Садовой Наливайченко Вот эти Вот люди За спиной Которых Стоят Уже Зарубежные Украинские Центры Канадские Американские Выполнил Свою историческую Миссию Карен Саркисович Я Хотел Я Когда Узнал Что Вам 73 Года 76 76 Просу Видите Да Значит Когда-то Я отдыхал В Барселоне И Мы Разговаривали С там С Моложавым Таким Седовласеньким Мужичком В Барселоне В Барселоне Трусцовичем В Чем Ваш Секрет Вот Вы Выглядите На Чуть Чуть За 50 Спасибо Да Спасибо Спасибо В В чем Ваш Секрет Ну Я Очень Рано По Жизни Даже В возрасте Достаточно Таком Молоденьком Понял Что Вообще Твои Жизни Жизни Надо Оставаться Самим Собой Что Такое Самим Собой Ну Не Предавать Себя Ну Не Сгибаться Ну Не Соглашаться Даже Когда Может Быть Это Интересно Ну Я Вошел В Такую Сферу Жизни Где Очень Трудно Так Жить Да Ну Я Злаком Не Питаюсь Трусцой Не Бегаю Там Значит Что Еще Там Вода Нет Я Пью Все Что Можно Выпить Понимаете Так Да Я Физически Всегда Работал Активно Ну Знаете В жизни Да Вещи Очень Помогают Жить Это Когда Ты Любишь Грады Понимаешь Вот Мне Посчастливилось Любить Это Такая Важная Штука Как ни Странно Очень Многие Знают Это Слово Но Не Знают Что Такое Раз У У У Потрясающая Жена Потрясающая Умнее Меня По-моему Даже Ну Так Получилось Вот У У У У У У У У Друзья Деньги Для Меня Имеют Ничтожность Не то Что Не имеют Смысл Но Имеют Ничтожность Смысл Понимаете Потому Что Это Вещь Которая Многих Ломает Многих Пугает Многих Превращает В Пыль Мне Очень Мне Очень Мало Надо Понимаете То есть Никаких Геркулесовых Или Каких-то Особых Рецептур Я В жизни Не Применял По Отношению К себе Когда Тебе Интересно Жить Когда Ты Хочешь Когда Ты Не Знаешь Когда Завершается Работа Потому Что Мне Всегда Интересно Работать Мне Трудно Приходилось Доставалось Я Все Своими Руками Как бы Добивался У меня Не Было Никаких Топор Другого Рода И Свойства Понятия Известно Какое Это Бывает Я Все Делал Своими Руками Но Мне Всегда Было Интересно Мне Было Интересно В Своем Деле Мне Было Интересно С Людьми С Которыми Я Общаюсь Социум Это Такое Другое Меня Никогда Не Угнетало Я Я Остаюсь Свободным Человеком Сейчас Поэтому Я думаю Что Можно Быть В тюрьме Даже Свободным Человеком И Можно Быть Абсолютно Понимаете Олигархами Быть Абсолютным Рабом Я Мне Мне Их Очень Жаль Потому Что Они Рабы Хуже Рабов Я Так Могу Как Психолог Понять Что У них Там Внутри Творится Это Ужас Это Кошмар Понимаете Поэтому Надо С себя Снимать Лишнее И Жить Уважаемые Телезрители Пожалуйста Запишите Секрет Молодости Энергичности И Долголетия Быть Скромным Любить Я Не скромный Любить Дружить Я Амбициозный Тип Я Очень Много Хочу Больше Того Я Сразу Скажу Держитесь На стуле Крепко Да Ну вот Я Абсолютно Я даже Этим Горжусь Я Кончил Свою Художественную Карьеру Региссера Художественного Кино В 91 Году Картина Пеги Пес Бегущий Краем Море Которая Была Победителем Московского Международного Кинофестиваля И Та Та Потом Я Поехал В Армению На войну Она Называлась Карабахская Я Закрыл Для себя Кино Не потому Что я Не люблю Свою Профессию А вот Там Было Мое Место И Не боюсь Я Ничего Не боюсь Я Думал Ну Вот Региссер Вот Это Кончилось А Теперь Начинается Другая Жизнь Ну Будь Любезен Что Ты В Москве Будешь Отсиживаться Или В Петербурге Что Лишь Идиот Что Лишь Ну Вперед Пошли Туда В результате Поссорились Со всеми Президентом Армении Со всеми Другими Людьми Потому Что Моя Страна К сожалению Пошла Вспять Пошла Вспять Это Очень Больно Горько Потому Что Это Была Удивительная Такая Очень Насыщенная Умом Наукой И Всяким Другим Делом Технологиями Страна Ну Дальше Сегодня Я После этого Когда я Понял Что Мне Больше Там Делать Нечего Любя Армению Свою Родную Я Развернулся На 90% Махнул Рукой Всем Этим Начальникам И Сказал Все Ребята Я Возвращаюсь В Россию В России Я сказал Ну Раз ты Пришел Раз ты Такой Умный Головастый Якобы А ну Давай Начинай С чистого Листа Я Начал С чистого Листа Я Начинающий Кинорегиссер Весь Весь Свой Опыт Я Оставил Там Сказал До свидания Опыт Там Было Там Да Да А теперь Будем Жить Начинаем С чистого Листа С чистого Листа Я написал Первую Свою Строчку Картину Вся наша Надежда Великолепный Фильм О шахтерах О сегодняшних Социальных Проблемах Русского Донбасса Он Вышел Уже В прокате Он Выйдет Зимой Зимой Да И Я сказал С кем я Ну Раз уж Ты вернулся В Россию С этими Людьми Которых Забыли Которые Значит Не являются Фактором Сегодняшней Жизни Что такое В России Введем курс Телезрителей Фильм Вся наша Надежда Это Она О шахтерах Вот О шахтерах Донбасса Правда Ростовской Области Молодые Ваши Жилю В городе Закрываются Шахты И люди Ищут Новые Жизни И уезжают Ну как Другие Ну как Да Егор Михайлович Да Можно Парас Слов Конечно Да Шахта Обречена И не только Ваша Сейчас Все Диктует Рынок Мой Вам Добрый Совет Попытайтесь Найти В происходящем Хоть какую-то Пользу Лично Для себя В природе Нет прибыли В природе Есть Взаимозависимость Всего И вся А вы Мне про Рынок Извините Есть два выхода Смириться Или бунтовать Смириться Это значит Ждать Пока тебя Отнесут На кладбище А бунтовать Нет Соседи Конечно Тоже бунтуют Напиваются Это их Выход Из тупика А можно бунтовать Против себя Знаешь Заставить себя Что-то изменить Насчет новую жизнь Вот Интересный фильм Глубокий Я бы сказал Такой О социальной справедливости О жизни О воле К жизни Что за документальный фильм Во-первых Я повторюсь Я всегда говорил Что мне везло на людей На коллег Которые со мной работают А сегодня мне вообще повезло Потому что еще и учитель Я всегда Скромнее Скромнее Нет Это правда Карен Саркизович Ты начинаешь Резессионно Да Скромно Быть может Быть может Так Этого человека Преподнесут Но поверьте мне Сегодня Как и вчера Я Предпочитаю Слушать А не говорить Я Внимательно Слушаю этого человека И начинаю Сомневаться В тех вещах В вещах Которых был уверен В себе А правильно ли я делаю А может быть Действительно Не так Потом смотрю на результат И понимаю Что стоит Пересмотреть Все свои Устоявшиеся Истины Какие-то Внутренние И я уверен Что фильм получится Сильм о чем Вот Карен Саркизович Расскажет Я не буду Впереди режиссера Можно хотя бы Значит Я скажу Очень кратко Это документальная Большая картина Судя по всему О Почтальонах Почтальонах Вот это серые зоны Которые заходят туда Вот Почтальонах Донецка Донбасса Почему почтальон Дело в том Что С помощью Через Героев Которые Вот Ходят И разносят Приходят в дома И так далее Мы сможем увидеть Те реалии Которые Не просто такие Телевизионные Пришли Там сказали Какие-то слова Разбежались Увидели Мы входим в дома Мы общаемся С людьми Мы все это видим В упор И это И еще у нас Человек Который их Вот так связывает Реально Реально Да Реально То есть Он как иголка С ниткой Мы прошиваем Вот эту реальность Людей Дома И так далее Мы входим Дома Выходим Понимаете Сегодня просто У меня был день Такой Это прифронтовые Да Вот сегодня Мы завтра Выходим к аэропорту Дальше мы пойдем Туда Вот Вчерашний Этот Саканка Юг Юг Да На юг идем И так По всему Донбассу Я хочу Это Чтобы это Люди Не просто Увидели Почувствовали Что это Такое А почтальон Дает Эту возможность Дает Солдат И почтальон Вот И вот Еще одну вещь Раз Я сказал Вот Я хочу Чтобы С моим Вторым Художественным Фильмом С Божьей Помощью Был Фильм Василий Теркин Василий Теркин Потому что Это Не просто Стихи За кадром А это Хроника Той войны В лицах В людях В реальных Людях Потому что Великая Поэма Твардовского Это Документальная Проза Потому что Когда вы Начинаете Чуть-чуть Меньше Обращать Внимание На Рифм Оказывается Люди Сидят Разговаривают Понимаете Или люди Сидят И действуют Ну там Это Не очень Простое Содержание Там не будет Никаких Стихов За кадром Там будет Снятое Человеком Который Более-менее Представляет Что такое Война Реальная Война То есть Это Хроника Войны Снятая Сегодня Той Войны Снятая Сегодня Той Войны Снятая Сегодня Ну по-другому Потому что Войну Нельзя Снимать Понимаете Накрасившись Взять В руки Автомат И бежать Это Я знаю Что это Такое Этот Недосып Это Состояние Рассвоения Сознания Да И так Далее Ну вот Конечно Надо Напомнить Русским Людям Что такое Корневой Русский Человек Забыли 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 Понимаете И когда Эти Корневой Русский Человек Для меня Корневой Русский Человек Это Следующее Человек Который Создал Эту Огромную Страну Человек Который Был В рабстве Между Прочем Почему Потому что Ее Элита Была Очень Иностранной Ну В том Числе Стремилась На Запад Потому что Понимаете Россия Теряла Свою Государственность Она И сейчас Стремится За один Век Она Трижды Потеряла Свою Государственность Кто Ее Предал Элита Элита Поэтому Корневой Человек Это Тот Человек Который Эту Страну Создал Эту Страну Защитил Ни раз Ни два Ни три И Который Очень скромно Выглядит В этой Стране К сожалению Потому что Всякие мерзавцы У нас На Виду Понимаете Всякая Сволочь Понимаете У нас На Виду А Человек Который Трудится Ну Понимаете Вот Шахтер Сегодня Там Получает 30 тысяч Рублей Это Что За Деньги По Российским Ценам Это Что Такое Это Вы Наши Зарплаты Не Знаете Я Знаю Ваши Зарплаты От Них Можно Просто Расплакаться Понимаете Но Это Что Такое Где Мы Живем Вопросы Очень Серьезные Понимаете И Решать Их Можно Только Любя Свою Страну Не Обращая Внимания На Эту Шелупонь И Просто Сегодня России Нужна Идеология А Кто Этим Занимается Элита Где Она Как Эту Россию 150 Этнокультур Там 160 Народов Как Ее Объединить Если Не Через Идеологию Где Она Где Мозги Где Академия Где Люди А Как Вам Видится Как Можно Справить Ситуацию Интересно Мы Сейчас Думаем Об Этому Давайте Общаться Давайте К Этому Разговору Без Идеологии Россия Не Может Существовать Какая Она Будет Это Тоже Очень Ясно Это Лежит На Стале Перед Нами Но Понимаете Тут Что В основе Этой Дел В основе В основе Скажу Сейчас Очень Просто И Ясно Семья Нормативы Семьи Должны Нормативами Государства Эту Идеологию Для Себя Я Сформулировал Одной фразой Государство Семья Государство Крепость Потому что Если государство Не руководствуется Особенно российское Государство Не руководствуется Приоритетами Семья В семье Должно быть Чисто Сыто Нормально Дети должны Воспитываться Родители Должны Уважаем Там Есть Правила Которых Нет В государстве Давайте Пересаживаться На эти вещи Мы говорим Семья Семья Мы подорвали Семью И теперь Что хотим Подорвать Государство Семья Первична Семья Не ячейка Государства Семья Остается А государство Исчезает Так ведь Государства Нет советского А мы есть Государство Семья Это как Государство Семья Это Если Нужды Приоритеты Образование Культура Здоровье Дети Материнство Само собой Материнство Является Первыми Приоритетами И это Защищено И это Защищено В вашем Фильме Вся наша Надежда Герой Главный Герой Говорит В природе Прибыли Нет Руководителю Предприятия Который Там Чего Устрал Вместо Того Чтобы Поставить Технику Мы что Превращаемся В американцев Что ли Мы что Сдурели Мы что Вообще Потеряли Уже Совсем Последние Остатки Разума Культуру Сдаем Образование Сдаем Детей Сдаем Что еще Осталось Сдать Территорию Вопросы Серьезная Поэтому С ними Надо Очень Серьезно Разум Это Не Политические Вопросы Это Вопросы Морали Это Гуманитарные Вопросы Это Психологические Это Не Политик Это Не Вопрос Политики Это Не Дело Политиков Это Территория Сами Разговаривают Да Это Дело Людей От Культуры От Образования От Науки Понимаете Людей Которые Свободны От Этих Бумажных Дел Понимаете От Принятия Решений Подписывания Бумаг Но Где Это Куда Эти Делись Академики Понимаете Вопросы Очень Серьезные Поэтому Это Можно Это Надо Серьезно Садиться И Об Этим Говорить Потому Что Конечно Россия В Опасности Опасности Капитал Капитализм Это Дикий Капитализм Понимаете Это Разрушит Страну Я Приведу Маленькую Цитату Из Владимира Ильича Это В Последних Его Статьях Он Написал Так У У Нем Были Статьи Такие О Кооперации И прочее И там Одно Из них Написал Так Есть Три Врага Три Смертельных Врага Коммунизма Написал Владимир Ильич Создатель Коммунизма Комчванство Бескультуре И взятка Коммунистическое Чванство Ну то есть Чванство Аппарата Бескультуре И коррупция Взятка А у нас Еще Откат Это подрыв Государства Понимаете Это подрыв Государства Хуже Любого Любой Ленинской Понимаете ВКПБ Потому что Чиновник Подрывает Корни Своего Государства Кто он Такой Революционер Получается Вот Чем Дело Поэтому Если мы Хотим Эту Россию Сохранить Она Ее Обязан Мы Сохранять Мы Должны О ней Заботиться Как О семье Как О семье Другого Варианта Нет По моему Может быть Я что-то Не понимаю Свои 76 Лет Как вы Сказали Вот Так В общем То Ребята Интересная Жизнь В ней Надо Мне кажется Уже Хорошенько Начинать А то Сполитиковаться Очень просто Понимаете А есть Более Такие Айсберг Он ведь Сверху Только Такой А дальше Там Много Чего Внизу Три четверти Там Вот там Там Происходят Вот эти Ниже Ватерлинии Происходят Все эти Процессы Понимаете Да А потом Выходят Эти ребята Говорят Там Коррупция Это двор Этот Негодяй Понимаете Ну конечно Все это очевидно Не надо давать Только основания Для этого Надо немножко Включить голову Но к сожалению У политиков С головой Не всегда Хорошо Я имею ввиду Вот Смотрю на это Политическое поле Российское Ребята А что вы думаете Знаете Да Как африканцы Обезьян ловят Нет У них такая Тыква С зырочкой Небольшой И там Шинится Обезьян Туда руку Раз Берет А отпустить Ума не хватает Почему вы так Про это Есть куча вопросов Которые Понимаете Вот я со своей Картины Объездил Ну Сахалин Там читают Свердловский Екатеринбург Слушайте Наши люди Умнее Нашего кино Они такие вопросы Где вы Ребята Где эта литература Где это кино Про человека Уж простите Я так немножко Кричу Тут Я сам этим Возмущен Понимаете Сколько можно Вообще Шампанское пить Да А есть какие-то Вот фильмы Российские Которые Произвели У нас впечатление Есть Есть Вот я вернулся Там посмотрел Замечательную картину Она называется Турецкое седло Очень такая Психологическая Очень серьезная Картина Есть Очень мало Понимаете Из 85 картин Которые финансирует Российское Добрейшее государство 65 картин Вообще Никуда не выходят Их сделали И отложили Остальные Ну там От одного раза До там Несколько дней Если это там Про космонавта Или про что-то такое Понимаете Ну это пройдет Там люди Посмотрят И так далее Социального кино Нет Кино про людей Нет Шукшина второго Не родилось Почему-то Понимаете И все довольны Понимаете Вот чем дело Вот чем дело Нет ощущения Тревоги Вот Поэтому Поэтому Надо тревожиться Надо Чтобы появилось Ощущение Тревоги Вот Надо Всем Гражданам России Чаще приезжать На Донбасс Вот И смотреть Чем чревато Конечно Халатность Элиты Халатность Чиновничество Конечно Конечно Вот И дай бог Если здесь Вот у вас Тут Ну Путь Возникнет Это здравомыслие Которое Необходимо Понимаете Для того Чтобы Вот Строить На таких руинах Потому что Действительно Разрушения огромные Надо сейчас Объединять людей Понимаете Надо Чтобы люди понимали За что Они страдают Надо с ними Быть с ними Если Власть должна Быть с ними Понимаете Вы Называетесь Донецкая Народная Республика Народная Понимаете Значит И власть должна Быть Народной Да И это правильно Потому что Должна Потому что Ну Народ И есть Основа Всему В общем Вот такие вещи Я не знаю Может быть Я Рен Соргий Спасибо вам Что вы Приезжаете Вот Приезжайте Еще Не вздумайте Снимайте кино Не вздумайте Больше меня Благодарить Вот Потому что Обязательство За обязательство Не благодарят Понимаете Это я должен вам Говорить Спасибо Что я здесь Ну Спасибо Это сокращение От Спасибо Бог Ну да Вот Спасибо Бог Потому что Не быть нельзя Понимаете Будьте С нами Будьте Рядом Не быть Не быть Нельзя Надо быть Ребят Ну а вас Еще раз Поздравляю С наградами Спасибо Александр Рыжков Игорь Лазарев Алексей Дезорцев Екатерина Губрова Групп Губрова Костяк Команды Там были Еще люди Поздравляю Были еще Другие люди Поздравляю вас И ждем От вас Конечно Новых Новинок Свершений Материалов Которые Зажигают Сердце И не дают Нам Унывать В наших Тяжелых Реалиях С вами была Патриотическая Позиция Карен Геваркян Игорь Лазарев Александр Рыжков И Павел Губров До новых встреч Спасибо Субтитры